сегодня в передаче дигитарк мы поговорим о том что такое умный дом и как из обычной квартиры превратить более умная татьяна здравствуй привет расскажи нам какими устройствами для умного дома ты пользовалась сама да я живу не в каком-то новом здании же в обычной квартире я потихоньку уже пытаюсь внедрить технологию свою квартиру я пользуюсь несколькими умными устройствами которые у нас сейчас тут есть на столе например я недавно себе приобрела вот такой красивый аппарат с очень элегантным дизайном впишется в любой интерьер и это датчик качества воздуха это такой классный аппарат который измеряет различные показатели качества воздуха такие как например содержание углекислого газа влажность воздуха он также измеряет уровень шума и так далее то есть его можно использовать в разных целях например он подскажет когда нужно открыть окно и проветрить квартиру это очень важно например перед тем как идти спать чтобы был свежий воздух хороший сон и так далее если маленькие дети он проследить за уровнем шума и подскажет что нужно пойти что-то где-то мешает ребенка может поспать и так далее в том числе температура и так далее то есть это такой очень не очень классный аппарат который не только хорошо выглядит у него очень полезные функции он на свете за тремя разными цветами если нажать на него сверху то ты можешь увидеть зеленый желтый или красный свет который говорит как раз таки о том а твой воздух в порядке или нужно что-то в нем улучшить как про это я хотел спросить а как получить эту информацию где это все да умные умные гаджеты они все справляются с помощью телефона для каждого из тех которые у нас сейчас лежат на столе которых мы подробнее поговорим а есть свое свое приложение и на базе android и на базе и с есть также общее приложение например такие как алекса в google или apple home kit в которых можно очень удобно объединить несколько сразу одновременно и грубо говоря управлять всей квартирой другой гаджет который здесь представлен которым я пользуюсь и попробовала уже это вот такая маленькая красивая камера очень похоже на это такая элегантная хорошенькая эта камера для слежения за тем что происходит внутри квартиры я для себя ее приобрела на самом деле вместо сигнализации то есть это такой как бы шаг вперед в области охраны скажем так эта камера в первую очередь ее классная фишка в том что она распознает лица людей которые вошли в квартиру то есть можно задать какие-то профили это там муж этому ребенок это там единая мама и бабушка если кто-то из них вошла в квартиру можно установить себе оповещение что я хочу получить потом ребенок пришел домой если входит кто-то кого нет в базе то приходит в обещании что же чужой человек пришел домой ты сразу можешь включить посмотреть кто это и узнать это кто-то из знакомых или воришка не вовремя вызов полицию полезная функция еще в том что камера реагирует например на звуки каких-то датчиков внутри дома то есть например если сработал дымовой датчик то она пришлет оповещение о том что дома тревога нужно срочно проверить скажи таня как ты считаешь насколько безопасна общая система камер ведь многие из нас даже свои камеры в ноутбуках закрывают боятся что кто-то сможет просмотреть проследить за ними и слить эту информацию в сеть насколько тут это безопасно да это это конечно довольно таки больная тема скажем так который часто обсуждается и в медиа и в соцмедиа но плюс именно этой камеры в том что она подключается к интернету через телефон то есть для нее не создается отдельный выбор и по адреса и она защищена от недоброжелательной точно так же как и защищена вайфай сеть в квартире конечно найдется какой-то очень умный хакер который наверное найдет способ какой взломать но на данный момент эта камера очень безопасно хорошо спасибо это два устройства которые ты сама пользовалась что-то еще может но из тех что представились представлена сейчас здесь у нас в студии наверное первое которое хотела бы себе приобрести в первую очередь это вот эти термостаты это такие классные штучки которые устанавливаются дома на радиаторы и помогают контролировать отопление скажем так я уровень температуры в квартире ты можешь поставить себе отдельный радиатор в каждую комнату и с помощью приложения регулировать в какое время какая температура будет у тебя в комнате во всей квартире то есть например я уезжаю в отпуск я снижу температуру до 12 градусов и сэкономлю на этом по данным производителя до 37 процентов расходов на отопление в месяц я например ухожу на работу делаю прохладнее прихожу с работы хочу чтобы дом было потеплее опять-таки ложусь спать хочу чтобы опять было прохладнее то есть ты можешь регулировать их вручную можешь устанавливать какие-то графики очень приятное дополнение есть в том что в приложении задают может можно в приложении ответить на пять вопросов и тогда приложение само предложит тебе какой-то оптимальный вариант регулировки температуры в течение дня здесь у нас также есть из из той же серии интересные гаджет это вот эти два две такие трубочки их назовем их так это персональная метеостанция вот это повыше которая она устанавливается в квартире вот эту пониже можно установить дома она сделана из алюминия прочная устойчивая к любым погодным условиям и на балконе где-то на улице во дворе да то есть зависит и они будут точно также присылать в смарт-девайс всю информацию и о качестве дач воздуха внутри квартиры и о том что происходит снаружи то есть опять-таки влажность сила ветра атмосферный атмосферное давление и так далее любая полезная информация в том числе этот маленький маленькая трубочка она дает прогноз погоду на неделю то есть такая маленькая личная метеостанция у себя дома хорошо спасибо татьяна а чтобы ты посоветовала людям вот обязательно надо все эти гаджеты приобрести или можно начать с чего-то малого что ты считаешь самым таким удобным и обязательным чтобы дом стал умнее вообще говорят что она что по-настоящему умный дом стоит делать только к тогда когда его площадь составляет больше 100 квадратных метров то есть когда тебе действительно нужно поставить потратить какое-то время чтобы сходить в другую комнату и совершить какое-то действие выключить свет измерить изменить температуру и так далее но все абсолютно персонально я бы на я считаю наверное самое полезное здесь это в первую очередь термостаты которые позволяют экономить на электроэнергии реально и на отопление потом камеры слежения внутри квартиры это безопасность точно также у нас тут есть такая довольно большая камера наружного слежения если вы живете в доме то или например у вас есть дача или дом в деревне то это очень полезно потому что это не только безопасность но плюс она точно так же определяет кто приближается к дому животная машина или человек точно также отправляет оповещение есть автоматический датчик света который включается при движении можно включить свет самому напугать кого-то кто приблизился или например если ты выходишь чтобы чтобы тебе не в темноте ходить то есть все очень персонально выбор большой поэтому исключительные собственных желаний спасибо татьяна за твой рассказ теперь каждый из нас знает как сделать свою квартиру немножечко умнее до встречи в следующей передаче дигитарг